Я приветствую всех вас, дорогие, уважаемые и драгоценные мои подписчики, верные, любимые друзья и все те, кто неравнодушен к нашей стране, да и вообще к ближнему. С вами я, общественный деятель, блогер Юра, и хотел бы сегодня поговорить о событиях, которые сейчас происходят. Как вы знаете, что идет война с Украиной, вот, и, в общем-то, вы знаете, мы без того жили, ну, в таких, я бы сказал, трудных условиях, потому что в нашей стране никогда люди жили, никогда не жили люди, скажем так, зажиточные или как-то там более-менее хорошо. Всегда были вот какие-то трудности. Эти трудности еще больше, ну, скажем так, увеличились, если, ну, можно по-другому выразиться. Их стало больше после 2014-го, когда, ну, был военный конфликт с Украиной. Потом прошло где-то 6 лет, но вроде бы все устаканилось, и, ба-бах, коронавирус. То есть люди просто, ну, скажем так, опять же, кризис, вот этот вот скачок доллара был. Люди вынуждены были сидеть по домам, их штрафовали еще, просто добивали штрафами. По-другому, как убийство, это никак нельзя назвать, это реально убийство. То есть более-менее мы начали как-то отходить от этого. Ну, как отходить еще, понимаете, сейчас вот количество заболевших, оно просто на высочайшем уровне. И вот тут вот снова, ну, просто какая-то, я не знаю, испытание какое-то. Война с Украиной. И только вчера я случайно решил посмотреть новости. Доллар, дорогие друзья, превысил 120 рублей. Вы понимаете? Ну, кто-то скажет, ну, типа, а что здесь такого? Ну, мы же не на доллары живем, а на рубли. Ну, все понятно. Ну, посмотрите, мы зависим-то от других стран. Мы практически своего ничего не производим. У нас что? Ну, только гречка, да, и там, и тушенка, все. А посмотрите, техника, она вся китайская, американская. Ну, вы знаете, ну, допустим, тот же Apple, да? Это бренд Америки, но производится все в Китае. Но Китай же тоже живет за счет доллара. И юань там все-таки выше, чем рубль. И посмотрите, и получается, что вот кто-то скажет, что вот, ну, правильно воюют наши, надо защитить наших граждан, ну, не наших граждан, ну, там кто в ДНР, ну, русских граждан, да. Все правильно, нужно защитить, но вы же понимаете, во что это потом выливается. Вообще, война, это всегда плохо. Это всегда из-за нее страдают простые люди. Потому что вот сейчас доллар поднялся, да, цены сейчас взлетят опять до седьмого неба. И теперь уже, так скажем, я на свою пенсию, допустим, вот я живу, я куплю, допустим, тушенку не за 120 рублей, не за 140, а за 200. Куплю я таблетки, лекарства свои не за 1800 рублей, а за 3500, допустим, или за 3200, я не знаю, там, насколько взлетят цены. Или миксидол, вот. Спасибо вот тем, вот вам, друзьям, огромное спасибо, то, что вы мне где-то стараетесь помочь, там. Вот, ну, смотрите, дорогие друзья, миксидол стоит, сколько там, 600 рублей, сейчас вот я не знаю, сколько будет, наверное, 1100. Ну, смотря, какая дозировка там, в зависимости, если меньше, то, соответственно, меньше стоит, если больше, то больше, но сейчас все взлетит в 2-2,5 раза, понимаете. Плюс еще налог НДС, это просто реально геноцид народа. В войне нету победивших и проигравших. Страдают простые люди в любом случае, хоть проиграл, хоть победил, это уже там не важно. Простые люди всегда будут в пролете, потому что, смотрите, вот толку, вот наши ветераны победили Великой Отечественной, но почему они живут в нищете, почему никто из них достойную квартиру не получил. Вот моя бабушка воевала 5 лет почти. И квартиру, вот ей обещали, как ветерану, еще в 2005 году, представляете, что ей дадут квартиру, или в 2004 даже. Ее поставили на очередь, она не дожила, она ушла из жизни. В 2016 году, 11 лет, ну как, прошло, и не получила никакой квартиры. Тем самым, государство просто сэкономило на ней. И сейчас эти 3 миллиона, или 4 миллиона, я не знаю там сколько было бы, достанутся какому-то олигарху, который потратит просто на своих телок, или может быть там озолотит свой унитаз. Потому что на войне наживаются вот эти бессовестные чиновники, олигархи, которые нами правят, к сожалению. Ну ничего, рано или поздно, и всех все сметет. Безжалостно. Но это нужно только дождаться. Но кара неизбежна. Все ваши бабки, все ваши дома золотые, они сгорят. А вы отправитесь в преисподнюю. Вот я обращаюсь ко всем. Уроды. Сейчас вот опять будем, не знаю как жить. Голодать, наверное. Дорогие друзья, вот такая вот... Так я вижу ситуацию, что от этой войны никто ничего не приобретет. Даже если наши выиграют там, ну... Хотя я вообще даже не понимаю, как можно воевать с братским народом. Ведь украинцы, русские, белорусы... Вы знаете, что, кстати, вот не только украинцы белорусские и русские, но еще и кавказцы, и чеченцы, и скандинавы, это все индоевропейцы. То есть мы все, по идее, не только русские вот эти три народа, но и все вот французы, греки, мы все едины. Мы все иофетиты. Ну, те, кто не знает, иофет это вот там титан наш, как прародитель. И как можно воевать между своими вообще вот это, я не понимаю. И те, кто стравливает нас, это вот те люди, да, точнее, это не люди, это просто в человеческом обличии звери такие, я не знаю, или рептилоиды, которые хотят установить, я уже неоднократно говорил об этом, золотой миллиард. То есть те, которые хотят установить свое царство, вот это вот, я не знаю, ну, как антихриста, ну, вот зверя, да, и просто установить вот такой вот миропорядок, при котором только они будут существовать, вот эти предатели, вот эти кровопийцы, вот эти все рептилоиды. Вот это зло, в общем, царствовать будет. Вот, они это делают чисто для себя. Они стравливают нас, чтобы таким путем нас уничтожить. Вот и все. Поэтому, дорогие друзья, надо просто объединяться, надо, ну, как сказать, вот этим политикам не слушать их, вообще, ну, устраивать протесты, я не знаю. Ну, собраться так вот как-то вместе все, сто тысяч человек, и просто высказать, как надо, вот этому правительству. Потому что, понимаете, в чем дело? Вот вы скажете, что вот Путин хороший там, да, ну, ну, ребята, ну, если он такой хороший, вот, ну, почему же он тогда этих олигархов в 2015 году защитил от санкций? То есть, ну, по сути, их избавил от уплаты налогов. Ну, вот вам пример. То есть, тем самым, как бы, он создал для них благоприятные условия в ущерб нам, в ущерб простым людям. Так это было в 2015 году, так, тогда еще было не так, ну, тогда тоже было, но еще, знаете, очень даже неплохо было в то время. А сейчас вот, представьте, да, и коронавирус, и доллар по 100 рублей, я даже не знаю, что сейчас будет. Вот, напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу, какие у вас мысли на этот счет, но сейчас похлеще и пожестче это все будет. И что вы думаете, сейчас олигархи будут делиться с простым народом, что ли? Да, ну, черта с два. Они будут еще больше загребать себе и придумают еще какие-то налоги, чтобы содрать с нищего населения последние бабки. Вот, вот так я вижу эту ситуацию. И поверьте, ни к чему хорошему мы не придем, если вот мы будем терпеть такое вот обтирание об себя ног. Вот так, дорогие друзья. Поэтому пишите свое мнение, что вообще принесет война эта. Только разруху и смерть. И голод. Вот так. Ладно. Увидимся в следующем видеоролике. До скорого. Пишите свои мнения. Мне очень интересно почитать. Сейчас очень такое волнующее время. Буду рад ответить. Если будет время, я всегда отвечу. До скорого. И берегите себя и своих близких. Пишите свои мнения. Пишите свои мнения.